Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приветствую вас на своем канале Дачный Сезон Круглый Год. Пока еще на улице зима, продолжаю заниматься выращиванием микрозелени. Сегодня расскажу о выращивании одной из самых простой культур микрозелени, рукколы. Руккола это очень популярная зелень, как уже с большими выросшими листьями, так и как микрозелень. Благодаря наличию эфирных масел, руккола имеет свой особенный такой остренький орехово-пряный вкус и некоторый горчичный запах. Ростки рукколы богаты витаминами, минеральными веществами. Это природный источник йода и витаминов С, А, Е, К, Б. Регулярное употребление рукколы улучшает обмен веществ в организме, способствует выведению плохого холестерина, повышает гемоглобин, а едва проросшая зелень рукколы имеет наибольшее количество полезных веществ. Также она способствует стабилизации работы жерудочно-кишечного тракта, а калорийность этой зелени низкая. Как видите, у рукколы одни только достоинства. Эта популярная зелень подходит к мясным, рыбным блюдам, как добавка в салаты из овощей, сыра, морепродуктов. Так что полюбите рукколу, не только взрослую зелень, но и проростки. Сегодня покажу, как я сею семена на микрозелень. Для мелких семян лучше брать лотки невысокие, хотя кому как. Обильно смачиваем мяные коврики водой с перекисью. Так как коврики сухие, даем им хорошо пропитаться водой. Не спешим. Сеем рукколу. Для посева мелких семян я беру обычный вот такой вот 200-граммовый стаканчик. Можно 100-граммовый, как вам больше нравится. Если вы у меня спросите, сколько семян мелких идет на лоток, я вам не скажу. Этого я не взвешивала и я как бы все на глаз делаю. Вот потряхиванием стаканчика с семенами стараемся равномерно рассыпать их на льняной коврик, лоточек. Густо не надо. Рукола и так будет очень густая. Если семена свежие, вот в этом году купила свежие семена, прекрасная густая рукола вырастает. Сверху семена тоже сбрызгиваем водой с переписью. Вот так просто, легко, быстро сеется микрозелень. Только что показывала, как я сею руколу, а это сняла со стеллажа руколу, которая 10 дней от посева. Она уже полностью готова под срез. Посмотрите, какие густые сходы. Видите, что нет плесени, потому что поливаю водой с перекисью водорода. Одна столовая ложка перекиси водорода аптечной на пол-литра воды. Вот такая красавица рукола. Как я ее срезаю, снимаю коврик и просто ножничками обрезаю ростки. Рукола довольно тяжеленькая. Есть смысл ее выращивать и на продажу, например. В отличие, например, от амаранта, который 3 лотка срежешь и там 10 грамм будет. Вот это все остальное выщипываю и даю курам. Хорошо тоже идет. Вот смотрите, какая красавица. Рукола. 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 Рукола.